Не просто школа, а целый образовательный центр, который уже вошел в историю не только Воронежа, но и всей страны, как один из самых грандиозных. Здания на 110 классов и 2860 мест разделят на учебные блоки по направлениям наука, общества, техника и IT, искусства и спорт. Но это впереди, а сейчас тут вовсю идет строительство. Темпы работ оценил мэр Вадим Кстенин, а также наша съемочная группа. По корпуса планируем закончить 15 апреля. Это самый большой корпус, 20 тысяч метров квадратных. Мега-школа изнутри, как бетонный лабиринт. Угадать, где здесь спортзал, а где столовая, практически невозможно. Но это пока. Законченный вид здания обретет довольно скоро, обещают мэру Вадиму Кстенину строители. В корпусах уже подключены коммуникации, так что в будущих классах тепло. Впереди этапы внешней и внутренней отделки, а также благоустройство прилегающей территории. Сейчас же готовность всего объекта оценивают на 60%. Так что работа предстоит большая. Трудностей здесь очень много, потому что это не стандартный объект. Здесь все индивидуально, начиная от индивидуальных планировок и проектных решений, заканчивая индивидуальными решениями как по благоустройству, так и по инженерным сетям и коммуникациям. Конечно, подрядчику приходится сегодня работать в таком достаточно жестком интенсивном режиме, для того, чтобы выдержать те сроки, которые у нас изначально были заложены. Но каких-то глобальных проблем мы сегодня не видим. Напомним, новая школа на Московском проспекте в районе Яблоневых садов должна открыться 1 сентября этого года. Образовательный центр, рассчитанный почти на 3000 мест, станет одним из самых больших в нашей стране. Прием заявлений на обучение здесь стартует 1 апреля. Кто будет этим заниматься, уже известно. Буквально на днях назначили директора мегашколы. Это Ольга Струкова, ранее возглавлявшая первый лицей. Она начнет работу по формированию микрорайона и по формированию приема документов. Родители, которые будут хотеть детей либо устроить, либо перевезти в эту школу из других образовательных учреждений, смогут к ней обращаться. В ближайшее время мы разместим на сайте управления образования специальный баннер, который будет освещать деятельность по строительству новой школы и по ее дальнейшей работе. В этом году свои двери также откроет долгожданная школа в микрорайоне «Процессор». Параллельно идет возведение учебного заведения на улице домостроителей и проектирование еще одного в микрорайоне «Подгорная». Что же касается территории вблизи Яблоневых садов, то по соседству с этим образовательным гигантом должна появиться еще одна школа, только уже поменьше.